Видим мы собственными глазами людей, оскверняющих субботу и делающих другие грехи, а богатство их все увеличивается, и удача сопутствует им неизменно. Такой же вопрос можно задать о Мишне из трактата П, который говорится, вот заповеди плоды, которых человек получает в этом мире, а основная награда хранится для него в мире грядущем. А мы знаем, что многие не выполняют ни одной заповеди из перечисленных там, и все блага этого мира в их распоряжении. Задумавшись хорошенько, можно понять, что в конце концов его богатство будет потеряно, когда мера греха переполнится. Даже если до сих пор все ему давалось, следует ожидать именно такого финала. Чтобы это было лучше понятно, приведем короткую притчу. Один из царских министров восстал против царя, и переговор ему был вынесен такой, заточить его во дворце, подавающем его высокому положению, но не давать ему есть, пока он не умрет от голода. По всему дворцу были сделаны окна, чтобы можно было видеть, как будет он страдать, пока голод станет неистерпимым. На пятый день увидели собравшиеся, как в не силах больше терпеть голод, стал он зубами кусать собственную кожу, чтобы хоть немного успокоить голод. В это время подошел некий человек, который не слышал истории с этим министром. Спросил он собравшихся, что за крики он слышит. Рассказали ему, что здесь один из бывших царских слуг терпит наказание ужасным голодом. Гости подвели к окну. Увидев заключенного министра, спросил он собравшихся, что это вы разве называете голодом? Я своими глазами вижу, как он жует мясо. Ответили ему, что эту собственную плоть грызет он, мучаясь и страдая. Совершенно то же самое и в нашем случае. Когда святой благословен он, присылает благословение народу Израиля, добавя ему пропитание и все необходимое, это лишь проценты, а основная же награда за исполнение заповедей остается нетронутой и хранится для будущего мира. Поэтому Мишна говорит, вот те заповеди, плоды которых человек получает в этом мире, основная награда сохраняется. Совсем не так обстоит дело с теми, кто полностью отошел от путей Бога. Они полностью отрезаны от будущего мира, если у них есть заслуга исполнения какой-либо заповеди, им выплачивается сразу основной капитал. В будущем мира награды им не остается. И такая награда в этом мире на самом деле наказание, и похоже это на того министра, который ел собственную плоть. Для трепещущих перед ним скрыл Бог предназначенное им благо в будущем мире. Тем же, кто отошел от него, дал его награду в этом мире за те считанные заповеди, которые они исполнили. Об этом наши мудрецы благословенной памяти рассказали еще такую притчу. Один человек сказал своему другу, «Слышал я, что в городе пожар. Бежим, когда мы богачу и спасем его имущество от огня». И когда они подошли к дворцу, увидели, что все самые дорогие вещи, замечательные часы, шкатулки, драгоценности и так далее, были выброшены наружу. «Откуда взлезли все эти вещи здесь?» – спросил один другого. Огонь охватил уже весь дом, и они вынуждены были выбросить эти ценности сюда, чтобы спасти хотя бы что-то, – ответил ему друг. То же самое и у нас. В общине Израиля есть дворец в высших мирах. Из изученной евреями Торы и исполненных заповедей этот дворец становится все прекрасней. Тот, кто служит творцу, будет наслаждаться всем этим, когда истечет срок его пребывания здесь. Но если человек сбрасывает с себя царство небес, сгорает и рушится его высший дворец, и поэтому те несколько заповедей, которые он исполнил, оказываются выбросшими наружу, в прихожую, то есть в наш мир, и отданные ему для использования. Следует Раби Тарфан в трактате о вод «День короток, работы много, и рабочие ленивы». Давайте попробуем пояснить это выражение. «День короток», – говорит Раби Тарфан, – «день стал таким из-за греха Адама, первого человека, который должен был жить все дни мира, и тогда хватило бы ему времени, чтобы изучать Тору и понять ее как следует. Теперь же из-за того первого греха и наших нынешних грехов дни человека необычайно сократились, а работы много. То есть Тора осталась той же, как и была, целостной. Нам была дана цельная Тора, а не только лишь та ее часть, которую мы могли бы изучать за отпущенное нам короткое время. Так что стоило бы человеку поторопиться, изучая ее, но несмотря на все это, работники ленивы, поэтому завершает мудрец Мишны словами «нет на тебя обязанности завершить работу». Еще добавляет Раби Тарфан, – «и можно полагаться на твоего работодателя, он заплатит тебе награду за твою работу». Пристим слова Раби Тарфана притчей. Некто надел рабочего и пообещал ему большую зарплату – золотой динар за день работы. Но поставил условие, что человек этот будет работать честно, весь день и не будет бездельничать ни секунды. Рабочий согласился. Наниматель поверил ему и снабдил его всем необходимым. Начал тот работу, поработал несколько минут и передумал. Таким поведением он очень разгневался у его работодателя. Вечером приходит рабочий хозяину и говорит – «Залплати мне то, что полагается». «Что тебе полагается?» – спрашивает хозяин. «Четыре копейки за те минуты, которые я проработал». И сказал ему тогда хозяин – «Постудился бы спрашивать плату за свою работу. Радуйся, что я не подаю на тебя в суд за то, что ты так отвратительно поступил со мной и прекратил работу в середине дня. Я же положился на тебя и все необходимое дал тебе для работы». То же самое в отношении между Богом и еврейским народом. В самом начале святой Благословен он сотворил Тору. В ней он укоренил всю мудрость и все знания, а затем создал весь остальной мир со всем, что в нем есть. И хотел он, чтобы Адам жил все то время, пока существует мир, то есть шесть тысяч лет. За это время смог бы он изучить всю Тору, все ее общие законы и частные проявления, и узнал бы все тайны Торы. И повелел ему человеку не вкушать от древа познания. Но Адам приступил его запрет. Следующие поколения также грешили – и поколение потопа, и поколение Вавилонской башни, и следующие поколения. И время жизни человека все сокращалось, пока не дошло до семидесяти лет. Что же может человек изучить, постичь и исполнить за такой уничтожный срок? Тем не менее, Бог в милости своей не лишает человека награды и дает ему согласно той мудрости и тем делам, которые он успел осуществить за это короткое время. Об этом сказано в книге Таилим. От тебя, Господь, милосердие, ибо ты платишь каждому согласно его делам. И Раби Тарфан тоже завершил свое высказание словами. Не можно полагаться на твоего работодателя. Он заплатит тебе награду за работу твою. Если бы на его месте был земной хозяин, несомненно развивался бы он на тебя. Но не таков Бог благословенный, который заплатит тебе за все. И чтобы подчеркнуть это, Удрес добавляет. И знай, что награда праведникам в будущем мире. Бог платит великую плату, но не деньгами этого мира, которые кончаются и пропадают. Субтитры сделал DimaTorzok